Доброе утро, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Иммунотерапия суридных опухолей становится уже неотъемлемой частью комплексного лечения наших пациентов, онкологических пациентов. И каждый год мы с вами ощущаем это на своей практике, каждый раз мы видим, что мы идем и делаем еще шаг вперед. И что самое главное хочется отметить, что у нас есть принципиальная позиция, больные наши стали жить, они стали жить дольше. На сегодняшний день есть результаты пятилетней выживаемости, таких локализаций, которые раньше определялись как инкурабельные. Пятилетняя выживаемость при меланоме метастатической. Если одногодичная раньше равнялась 25-35%, то сегодня есть данные о 52% пациентов, выживающих пятилетний рубеж на фоне иммунотерапии. Пятилетняя выживаемость не мелкоклеточного рака легкого. Интересные данные по колоректальному раку у пациентов с наличием микросателлитной нестабильности. Кроме того, результаты адювантного лечения уже есть, результаты адювантного лечения с применениями чекпоинт-ингибиторов, результаты 4-летней безрецидивной выживаемости на неволумабе равняются 52%. С применением пембролизумаба 3,5-летняя безрецидивная выживаемость равняется 65%. То есть эти, конечно, результаты, они достаточно впечатляющие. На сегодняшний день зарегистрировано в Российской Федерации достаточно много уже иммуноонкологических препаратов. На данном слайде они все представлены. Кроме того, зарегистрирована и комбинация иммуноонкологических препаратов, и комбинация с таргетными препаратами. И на сегодняшний день, например, по комбинации неволумаба с эпилимумабом уже 5 локализаций, 5 показаний на сегодняшний день. Это меланома, гепатоцеллюлярный карцином, немелкоклеточный рак легкого, колоректальный рак, почечно-клеточный рак. И, например, при почечно-клеточном раке использование неволумаба с эпилюмумабом против стандартной терапии сунитениба позволяет добиться общей выживаемости на рубеже 42 месяцев у 52% пациентов. При колоректальном раке у пациентов с микросателитной нестабильностью частота объективных ответов достаточно высока, она равняется 58%, причем большинство пациентов, 94% пациентов, которые ответили на лечение, сохраняют ответ длительное время. И ответы наблюдаются вне зависимости от наличия педель в опухоли, от экспрессии педель статуса, от статуса мутации бравки, рас, а также в анамнезе синдрома Линча. Меланома кожи мы уже несколько коснулись. На сегодняшний день, повторяю, то заболевание, которое определялось ранее как инкурабельное, на сегодняшний день мы видим пациентов, которые живут годами, и на фоне комбинации неволумаба с эпилюмабом пятилетняя общая выживаемость равняется 52%. Гепатоцеллюлярный рак – новое регистрационное исследование, это показания зарегистрированы только в этом году, и комбинация неволумаба с эпилюмабом у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой позволяет достичь частоты объективного ответа у 32% пациентов, и причем 8% пациентов имели полный ответ на лечение. Медиана длительности ответа была достаточно тоже большой – полтора года, и медиана длительности ответа, а медиана общей выживаемости приближается к двум годам. Немелкоклеточный рак легкого. В настоящее время очень много проходит исследований касается этой локализации. Тоже новое исследование, не новое исследование, а новое регистрационное показание, оно зарегистрировано в этом году, комбинация неволумаба с эпилюмабом вместе с химиотерапией. Два цикла химиотерапии и неволумаб с эпилюмабом позволяют достичь результата общей выживаемости на рубеже одного года у 63% пациентов. Причем медиана общей выживаемости на комбинированной иммунотерапии на 5 месяцев выше, чем при использовании только химиотерапии. И использование вот этой комбинации позволяет увеличить выживаемость пациентов вне зависимости от гистологической принадлежности опухоли. Высокий ответ, высокая эффективность наблюдается как при плоскоклеточном, немелкоклеточном раке легкого и при неплоскоклеточном и при плоскоклеточном варианте опухоли. И также эффект не зависит от статуса PDL. Наблюдается достаточно выраженное увеличение общей выживаемости при применении комбинированной иммунотерапии. Но, как мы знаем, любое достижение кажется уже равниной, мы пользуемся этим, и нам хочется достичь все больше и больше результатов. Использование таргетной терапии хорошо, но оно не продолжительное. Использование иммунотерапии, к сожалению, далеко не у всех пациентов, а нам хочется достичь больших результатов. И поэтому цель использования комбинированной терапии, она абсолютно обоснована. И вот такая вот комбинация от изолизумаба с кабинетинибом и вемруфинибом, то есть чекпоинт-ингибитор и таргетная терапия для лечения меланомы БРАФ-позитивной, она абсолютно обоснована. И в основании стоит в том, что доклинические исследования показали, что использование таргетной терапии увеличивает иммуногенность опухоли. Оно притягивает приток таких клеток, как CD4, CD8 к опухолевой клетке, снижаются регуляторные Т-клетки, снижаются супрессорные клетки. То есть опухоль становится более иммуногенной и более подвержена для воздействия чекпоинта-ингибитора для иммунного ответа. И вот такое вот исследование. Результаты его сейчас уже опубликованы. В этом исследовании АМСПАЯ-150 участвовало достаточно много наших российских центров. И это исследование показало выигрыш абсолютный как в безрецидивной выживаемости, так и в общей выживаемости. Извините, не в общей выживаемости, а в длительности ответа. Общая выживаемость, еще результаты будут дополняться, потому что на тот момент, когда проводился анализ данных, недостаточно было данных для того, чтобы полностью быть уверены в влиянии на общую выживаемость. И я хочу сказать, что вот результаты этого исследования, они стали основанием для регистрации данной комбинации в Российской Федерации. У нас эта комбинация зарегистрирована и в мире, и в Российской Федерации в этом году. И поэтому она становится основанием для лечения пациентов. Очень интересные данные сейчас имеются и опубликованы, и они изменяют парадигму лечения больных раком желудка и раком пищевода. Обратите внимание на вот такое сочетание, еще раз, использование чекпоинт-ингибитора с химиотерапией. Неволумаб в схеме терапии в первой линии у больных раком желудка или кардиозофагиальной зоны или аденокарцинома пищевода позволяет повысить общую выживаемость пациентов и безрецидивную выживаемость, особенно у тех пациентов, у которых повышенная экспрессия PD-L1 и CPS больше 5%. Еще одно исследование показало использование другого чекпоинта-ингибитора пембролизумаба вместе с химиотерапией в первой линии у пациентов с карциномой пищевода. И здесь мы тоже видим разительные данные, есть свидетельства о том, что общая выживаемость пациентов и безрецидивная выживаемость у этих пациентов значимо повышается. Поэтому, по мнению экспертов, вот эти вот исследования, они стали ключевыми для пациентов с такими локализациями, как рак желудка, кардиозофагиальный рак, рак пищевода. И этот год, он исторический, он меняет парадигму и стандарты лечения этих пациентов. Они, эти исследования показали, что можно у пациентов добиться большей улучшения общей выживаемости, что становится, конечно, достаточно существенным. И что интересно, есть исследование CheckMate 577, которое свидетельствует о том, что использование чекпоинта-ингибитора неволумаба в одевантном режиме также имеет позитивный ответ и влияет на безрецидивную выживаемость. И разница, она вдвое. 22 месяца медиана безрецидивной выживаемости у пациентов, которые получают неволумаб, и 11 месяцев те, которые не получают. То есть меняется абсолютно парадигма лечения пациентов. И уже Татьяна Юрьевна сегодня говорила, очень интересные исследования идут по неодевантной иммунотерапии. Мы абсолютно уверены, что в скором времени тоже будут меняться стандарты, особенно при тех локализациях, таких как меланома. И вот одно из исследований здесь вам продемонстрировано, исследование, которое показано было на АСКО, использование общей сочетания иммунотерапии, иммуноонкологических препаратов неволумаба с эпилемабом у пациентов с меланомой позволяет достичь 50% полных ответов патоморфологических. Конечно, это результат, который достаточно впечатляет. Исследование продолжается, много исследований, я думаю, что, даже не я думаю, многие думают, что, конечно, в ближайшем будущем будут пересмотрены и эти результаты. И последняя новость. В ноябре вот этого года появились тоже абсолютно такие вот ошеломляющие данные о лечении у виальной меланомы. 40 лет никаких изменений не было. И вдруг появляется препарат с достаточно тяжелым названием «Тибентофосп». Это препарат по сравнению с выбором, по мнению исследователя, сравнился с пембролизумабом, эпилемумабом, с декарбазином. Так вот, одногодичная выживаемость была равна 73% против 58%. И в настоящее время это единственный препарат, который показал свою значимость в рамках рандомизированного исследования третьей фазы. Что такое за этот препарат «Тибентофосп»? Это первый препарат нового класса иммуно-онкологических препаратов, совершенно несколько с другим действием. Двойная специфичность. Он состоит из Т-клеточного рецептора, который соединен с анти-CD3 рецептором. И посредством такого синтезированного Т-клеточного рецептора происходит присоединение гликопротеиду к антигену, который находится на поверхности опухолевой клетки, меланоцити или на клетке меланом. И таким образом вот это соединение способствует тому, что лимфоцит Т-лимфоцит освобождается, идет приток лимфоцитов, и он осуществляет свою деятельность. Очень интересное, конечно, вот это исследование, очень интересный препарат, и сейчас идет ускоренная регистрация FDA. Интересно, что тоже вот и мы принимали участие в этом исследовании, правда оно было достаточно кратковременное, но какое-то мнение можем иметь. Что еще хочется отметить? Какое событие произошло, которое меняет тоже нашу реальную практику? Конечно, это наш первый отечественный PD-1 ингибитор, прологримаб, который был зарегистрирован в этом году. Но мы все знаем, он используется при метастатической меланоме, но на сегодняшний день проходят еще клинические исследования с этим препаратом и при других локализациях. При раке шейки матки, при немелкоклеточном раке легкого. И обращаю ваше внимание, интересное исследование Абертон, которое подразумевает применение препарата, который содержит как анти-PD-1 препарат, так и анти-Ситили-4. В этом исследовании мы тоже принимаем участие, я думаю, в скором времени мы получим интересные результаты. Таким образом, эволюция, конечно, современной иммуноонкологии, она идет семимильными шагами за последнее время. И если мы раньше использовали с вами иммунотерапию только в монорежиме, теперь мы знаем, что можно использовать и комбинировать эти препараты, их можно комбинировать и с химиотерапией, с таргетной терапией. И, конечно, нас впереди ждут новые открытия, которые уже нацелены на другие точки, конъюгаты, воздействия на другие механизмы иммуносистемы, о чем я вам перед этим и сказала. Спасибо большое за внимание.